Данная презентация подготовлена совместно с Новосибирским институтом медицинской и экологии имени Кашкина, первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени Академика Ивана Петровича Павлова и офтермологическим городским центром городской многопрофильной больницы 2 города Санкт-Петербурга. Свой доклад я хочу посвятить светлой памяти Астахова Юрия Сергеевича, доктора медицинских наук, моего главного учителя в жизни и в офтермологии. Хочется подчеркнуть еще раз, что микозы становятся глобальной проблемой во всем мире. Количество клепок увеличивается от века к веку сотнями тысяч. Рост заболеваемости клепковым кератитом наблюдается во всем мире. Возрастает влияние провоцирующих факторов. Нерациональное использование антибиотиков и кортикостероидов. Нарушение правил ношения контактных линж, что очень важно. И особую роль возникновения заболеваний играет наличие травм роговицы. Особенно народными телами растительного происхождения. Не стоит думать, очень хочется это подчеркнуть, что грибковые кератиты и другие грибковые инфекции бывают только у лиц с различными иммунодефицитами. Грибы сами по себе очень агрессивны при внедрении роговицу при ее микротравмах. Поэтому еще раз мое большое обращение. Чтобы при микротравмах роговицы всегда все доктора думали о возможности развития дальнейшим грибкового или акантомебного кератита. И чтобы промывали глаз антисептическими растворами, а не проточной водой, водопроводной водой или бутилированной водой. На данном слайде представлен список возбудителя грибкового кератита. При биомикроскопии указать на грибковый кератит могут следующие признаки. Серобатый эпителий роговицы с изъязвленной поверхностью. Сухой стромальный инфильтрат с неровными подрытыми краями. Микроинфильтраты от севы. Спутниковые повреждения. Эндотелиальные бляшки. Дисковидные отложения на эндотелии. Гипотеум. На следующих двух слайдах из нашей коллекции представлены данные признаки. При пигментных грибах могут быть пигментированы отложения. Для кандиды характерна кристаллическая эпителиопатия. Следующие два. На данном слайде представлен спектр грибов полученных пациентов, поступивших в наш стационар, городской многопрофильной больнице номер 2, которая работает по экстренной помощи. 2012 по 2017 год. Всего 41 случай. 2018 по 2019 год. У нас было 17 случаев. Из них 80% ничетей ферментозной грибы. 20% дрожжи. Хочется отметить, что этот год мы не работали по офтермологии. Мы были на ковиде. Поэтому за этот год у нас нет данных и нет никаких новостей. Поэтому, к счастью, может быть. В настоящее время микроскопия соскобов с токовицей, посевы на селективные следы, остаются стандартными методами идентификации возбудителей грибкового кератита. Лучшим диагностическим образцом является материал, испораженный частью роговицы. Собранный путем тщательного соскабливания, круглым ножом расслаивать лучше всего. Область изъяснения роговицы. На протяжении многих лет с огромной благодарностью мы работаем с научно-институтом медицинской микологии имени Кашкина. Сотрудники данного учреждения проводят микробиологическую диагностику, консультирование клиницистов-микробиологов по лечению грибкового заплевания глаз. Данный слайд демонстрирует требования к работе с биоматериалами и культурами грибов. Для обнаружения элементов грибов, прежде всего, используется прямая микроскопия биосубстратов. Мы видим на бесцветные сектированные диффиума в следующем слайде. При флюоресцентной микроскопии в мазки соскоб шаговицы добавляют кальку флюор белый, который служит флюоресцирующим маркером лечетиноклеточной стенки грибов и краситель голубой Эванс. Поэтому получается такая красивая картинка. И сразу можно сказать, что имеется уже сектированными целями. Для идентификации возбудителя необходим посев биоматериала из очка поражения на агрезированную и жидкую питательную среду собора. В настоящее время микроскопия соскоба шаговицы и посева на селективные следы остаются стандартными методами идентификации возбудителя грибкового кератита. На следующих 10 слайдах, которые уже некто из которых уже показывала Юля Владимировна, мне хочется показать очень красивые их работы из ней микологии, несколько видов грибов, вызывающих грибковый кератит. На каждом слайде вы увидите биоматериал микроскопии и результат посева через 21 день. Грибы рода аспергиллус наиболее распространенный в любителе линкотических кератитов. На агаре грибы растут быстро все-таки. Здесь вы видите черные колонии аспергиллус ниггер. Аспергиллус лабус желто-зеленый. И один из самых злейших наших врагов – это фузариум. Стидоспориум часто очень является возбудителем грибковых кератитов, потому что он распространен повсеместно. Вот как раз о нем идет речь при контакте с водой водопроводной и все-таки водой, которую промывают проточной водой. Поэтому надо быть очень осторожным с водой. Еще раз прошу. Грибы пицеломитис, рода пицеломитис, очень коварны. Про них вот только что говорили про инкектус, вызванным этим грибом. Но все-таки поддаются лечения грибковой кератит, если выявлены на ранних стадиях развития. Данные исследования занимают очень много времени и могут задерживать начало этиотропного лечения. А от сроков начала лечения зависит прогноз заболевания. Поэтому в последние годы широкое применение приобретает метод компакальной микроскопии быстрый, относительно безопасный метод послойной визуализации слоев роговицы. Мы видим белые высококонтрастные нити гифы, ветвящиеся под острым углом, в отличие от суббазальных нервов. Диаметр суббазальных нервов 0,3-0,8 микрон, а гифы имеют диаметр 3,10 микрон. При исследовании на HLT роговичном модуле псевдомицелий кандидом имеет вид вероциновидных высококонтрастных структур, 10-40 микрон в длину и 5-10 микрон в ширину. Применение HLT роговичного модуля позволяет не только оценить глубину поражения роговицы, но и выявить смешанную инфекцию, которая очень часто встречается в нашем городе, у тех носителей контактных линз, которые неправильно ими пользуются, и появляется акантамебный кератит. Смешанные кератиты достаточно часто встречаются в нашем городе. Для динамического наблюдения мы используем ОКТ роговицы. ОКТ позволяет определить глубину инвазии, контролировать психический ответ. Данная ОКТ роговица служит одним из показаний для выполнения титанической кератопластики при психическом истончении роговица. На данном слайде вы можете увидеть два клинических примера. Особенно хочется обратить внимание на данный клинический пример. Пациент, водитель скорой помощи, после микротравмы роговицы обратился в поликлинику. Было назначено обычное антибактериальное лечение. Но он вовремя, и доктор, и пациент вовремя заметили, что не поддаются обычной терапии. Через две недели он обратился к нам, имея небольших размеров инфильтрат. Была выполнена диод лазерной коагуляции роговицы, инфильтрата роговицы. Назначены инстилляции вариконозола, выполнены интрастромальное введение вариконозола и интракамеральное введение вариконозола. Системной терапии вариконозолом пациент не получал, потому что у него была болезнь крона. Если вы обратите внимание, первый УКТ-снимок выполнен в марте 2019 года, а второй в сентябре, то есть на его полное достаточно излечение с формированием роговицы, ушло не менее полугода. Все это время он был под нашим тщательным наблюдением. Ценность данной таблицы заключается в том, что по местному системному лечению грибковых заболеваний она составлена как по данным литературы, так и на основании нашего опыта лечения. В последнее время мы все-таки разработали новый подход к лечению грибкового кератита. Местные используются инстилляции вариконозола 1-2%, интрастромально и в переднюю камеру вариконозола 50-100 микрограмм в 0,1 миллилитре. В тяжелых случаях интриметриального вариконозола 50 микрограмм в 0,1 миллилитре. Системное назначение вариконозола 400-800 миллиграмм в сутки все-таки мы используем не более одного месяца. Обязательно контролируем показатели биохимического анализа крови и клинического анализа крови. К сожалению, мне так и не удалось недостать натамицин, который производится в США. Я его никогда не использовала. Это единственный зарегистрированный официально препарат для инстилляции в глаз. Остальные препараты мне очень понравилось, что обратили внимание на высокую стоимость препарата, такого как вариконозол. Не все пациенты могут его достать. Еще раз хочу подчеркнуть, это очень важно. Как только мы стали дифференцированно относиться к лечению дрожжевых и ничтых кератитов, сразу у нас стали хорошие достаточно результаты. При ничтых кератитах обязательно нужно использовать вариконозол и МФ3-ЦНБ как местно, так и системно. А при наличии дрожжевых грибов кандиды местно используется флюканозол и системно. Очень хорошо переносят пациенты без всякого токсического эффекта диффлюкан для внутривенных инъекций без разведения по одной капле 6-8 раз в день. Естественно, используются дополнительные медикаментозные лечения. В любом случае используются антисептики, перечисленные ниже. При присоединении или при наличии смешанной инфекции в том, честно, кантомебры используются хлоргексидин 0,02%, бролен и дозамидин, которые мы тоже достаем. Не нужно бояться использования стероидных противовоспалительных средств. Многие ограничивают их использование, боясь, что усилится изъязвление. Но нужно их использовать, в том числе на кван, миванак и броксинат. Циклоплегием назначаем в большой осторожностью, потому что у нас были случаи токсического медвяза, в котором мы пока не могли найти объяснение. И еще очень хочется сказать, чтобы все врачи никогда не начинали лечение с применения астероидов при любом кератите. Потому что на начальных стадиях местное применение астероидов имеется улучшение состояния, так называемое скидка промежуток. А потом возникает расплавление роговицы. И уже вал не остановить. И очень прошу все-таки, я основываю столько, может быть, и на своем опыте, не использовать начальные этапы заболевания, бибриканты и мази. Любые. Вот еще раз перечисляются все препараты при лечении смешанных инфекций. Еще раз про использование глюкокортикостероидов. Оно противоречиво по нескольким причинам. Во-первых, возникает супрессия иммунологической реактивности пациента, замедление процесса регенерации эпителия. И вот создается видимость положительного эффекта за счет уменьшения воспалительной реакции, который сменяется прогрессированием заболевания. Но мы используем кортикостероиды, используем их при период реконвалесценции, медственно в инстилляциях очень ограничено или в инъекциях под конъюнктиву. И хороший эффект все-таки есть от подкожного введения в проекции предупреждения лимфатического узла дексаметазона в дозе 2 мг. Но, естественно, систему используем при выраженном аутоиммунном процессе. Лубриканты создают дополнительную пленку на поверхности роговицы, которая не позволяет нашим антимикотикам проникать в лужележащие слои роговицы и способствует таким образом прогрессированию заболевания. В хирургическом лечении используется простейшая, конечно, начали методика. На первом же визите мы соскабливаем некротические ткани вместе с возбудителем роговицы. Во-первых, это диагностическое мероприятие. Мы сразу же отправляем соскоб. И в том числе лечебные мероприятия. На правом слайде вы видите туширование роговицы бетадином. Применяется каждые 24-48 часов. С целью восстановления целостности глазной поверхности и обеспечения метаболической и механической поддержки для заживления роговичного дефекта используется аутоконъюнктива клонопластика с временной блефророфией или бестыковой. Данный слайд демонстрирует результат аутоконъюнктива клонопластики роговицы. Может использоваться покрытие дефекта роговицы амниотической мембраной. Данный случай представляет пациентку, которой было выполнено покрытие амниотической мембраной из-за того, что имелось значительное истончение роговицы в зоне импульдрата. Затем данной пациентке выполнено факт эмулисификации катаракта из-за набухающей катаракты. При глубоких дефектах роговицы при перфорации расслабления роговицы используется цитоническая тертопластика с велико высушенной склерой. Следующие два слайда демонстрируют опыт применения данной методики. Очень хорошие результаты в лечении грибкового кератита на ранних этапах при наличии небольшого инфектата получили при применении лазерной фотоэрпетической тератектомии на кафедре офтальмологии военно-медицинской академии доктора медицинских наук Мальцева Виктория Сергеевича. Цель показания и параметры лазерной фотоэрпетической тератектомии отражены в слайде. На данном слайде вы можете увидеть результат лазерного лечения в первый день, в десятый день и через месяц. По показаниям применяется естественно-литебно-оптическая сквозная кератопластика, результаты которой мы видим на данных фотографиях. Следующие слайды демонстрируют несколько клинических случаев грибкового кератита в начале заболевания, в процессе лечения и в стадии стабилизации процесса с формированием рубца. В лечении данного пациента использовалась диод-лазерная коагуляция и инстерляция вариконозола 1%. Системная терапия вариконозола не применялась. В случае грибкового кератита лечение должно быть столь же агрессивным, каким являются и грибы. Данный небольшой совсем интеллектрак кажется, что он не привел бы никаким печальным последствиям. Однако, если бы мы не пошли по пути данного лечения, не выполнили бы сразу диод-лазерную коагуляцию в роговице после обнаружения цептированного мицелия в соскобе и не назначили бы вариконозол в инстерляциях, то, скорее всего, глаз ожидала бы гибель все-таки. Что мы видели раньше, когда мы только начинали лечить первые грибковые кератиты, о чем у нас есть статья. Там достаточно печальные результаты были. Данный слайд представляет клинический случай грибкового кератита, вызванного грибами рода стедоскориум. Применялась лазерная фототерапевтическая кератектомия инстерляция вариконозола и интрастромальное введение вариконозола. Результат достаточно хороший отражен на правом слайде. Я считаю, что вот этот случай является нашей большой победой и для пациента в лечении психологического центра. Длительное лечение проведено у данного пациента грибковым кератитом на единственное снячем левом глазу. Пациент молодой мужчина, у него атрофия зрительного нерва на правом глазу. Микротравма. Он занимается разведением растений. Как раз вот здесь имеется микротравма продуктами растений. Поступил к нам при поступлении милослокальное расплавление роговицы с перфорацией гипопиум. Сразу же во время операции по тектонической кератопластике с ликовой высушенной роговицей мы прежде всего взяли материал на исследование и в этот же день отправили его в ней микологию. Получили в посеве выявлен рост гриба рода сначала с цептированными целей, потом в посеве выявлен был фузариум. Выполнена интерастромальное интеркамеральное введение вариконазола. Вот этот пациент получал длительно системную терапию вариконазолом в течение двух-трех месяцев. В течение двух-трех месяцев мы периодически вводили внутрикамеры вариконазол. Правильно, то есть он получал инстилляции вариконазола очень долго. Все закончилось достаточно хорошо на этом единственном глазу зрение с коррекцией 0,7. Конечно, остается рухтовое помыкнение, передние снихи, катаракта начальная. То есть вариконазол все-таки не очень токсичен для хрусталика, о чем хочется еще раз сказать. Залогом успешного лечения грибкового кератита является ранняя диагностика с определением типа строения гриба. О грибе нужно прежде всего подумать и вспомнить. Любая микротравма стоит вспомнить, что это может развиться грибковый кератит. Для нечетого грибкового кератита должна быть разная стратегия лечения. Возможно. Но это может быть спорный вопрос. На слайде справа вы видите результат лечения грибкового кератита с формированием небольшого рубцового помутнения. Острота зрения единицам. Тут благодарю за внимание. это... 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 И...